Всем привет! С вами Барлейдер и вы смотрите традиционные видеоигровые итоги недели портала Стратег. Если вы не успеваете читать новости каждый день, но боитесь прозевать что-нибудь очень важное, то этот ролик создан специально для вас. Мы кратко напомним про все главные новости, а подробности вы уже сами найдете по ссылкам. В начале недели с долгой спячки вышла третья Darksiders. Коллеги из EGN опубликовали сразу 11 минут грядущей игры. Судя по видео, трикл будет похож уже не столько на The Legend of Zelda, сколько на вдохновляющую все новых и новых авторов серию Dark Souls. Впрочем, сеттинги графический стиль остались своими и достаточно легко узнаваемыми. Примеры же третья Darksiders назначена на конец ноября. А вот другую похожую на Dark Souls игру, японскую Goodwain от Bandai Namco, неожиданно перенесли. Ролевой экшен про плохих и хороших вампиров остался без конкретной даты релиза и стыдливо переехал на 2019 год. С другой стороны, игры так выше крыши, так что пусть доводят Goodwain до ума. Мы подождем. Сложно избавиться от иллюзии, что японскую ролевую игру Octopath Traveler тоже много раз откладывали и переносили. Но на самом деле, эксклюзив Switch вышел точно в срок. Просто он был анонсирован еще полтора года назад и был очень желанным. Красивая двухмерная JRPG в стиле классических представителей жанра именно то, что нужно владельцам этой консоли. И похоже, что игра получилась достойной. Не верите? Смотрите новый обзорный трейлер и читайте большие тематические материалы, написанные нашим главным редактором. Еще одна потенциально неплохая новинка поступит в продажу на днях. Речь о дополнении пленник Марса для пятой Far Cry. Агрессивно настроенный искусственный интеллект, футуристические виды оружия и тайны красной планеты. Можно надеяться, что и без того дикий экшен станет еще более упоротым и безумным. Это не самая лучшая характеристика для игры может быть, но именно за угар и свободу мы любим современные части Far Cry. Кроме того, эта неделя была очень важной для поклонников гонок. Новым трейлером и датой релиза обзавелся официальный симулятор культового ралли-рейда Дакар. Геймеров ждет бездорожье Перу, Боливии и Аргентины. Причем покорять его можно будет за рулем как легких мотоциклов и баги, так и более тяжелой спортивной техники, вроде грузовых автомобилей КамАЗ. Богатый набор различных машин в этом году ждет и поклонников Формул. F1 2018 получит не только актуальные для текущего сезона болиды, но и 20 классических моделей, выступавших в предыдущие годы. Прежде в официальных играх по лицензии чемпионата такого разнообразия не было. Если же вы предпочитаете менее серьезные гонки и более близкие к жизни автомобили, то советуем посмотреть большое геймплейное видео четвертой Forza Horizon. И эта новинка тоже выйдет в этом году, но только на X-Box One и Windows 10. Не забывайте про это. А вот Sparer Ignited Trilogy, как ни странно, будет мультиплатформой, пусть это и ремейки культовых эксклюзивов времен первой PlayStation. Выглядят старые новые игры ярко, сочно и круто. Можете сами посмотреть на качественное 12-минутное видео и убедиться, что мы никогда вам не врем. Ну и напоследок, айда все в Fortnite. Там стартовал пятый сезон, карту перекроили, баланс отрегулировали и мы постараемся регулярно организовывать стримы. Лишь бы только PlayStation Network нас не подвел. А на этом все. Мы немного изменили расписание и теперь новые выпуски в виде игровых итогов недели будут появляться по понедельникам, ровно в 12 часов дня. За сим я откланяюсь. Спасибо за просмотр и до встречи на страницах портала Stratec.ru